Делитесь данным роликом в своих соцсетях. Всем пока! Все, не будем лимчаем, ребята, давай! Тренируемся! Вперед! Мы, как и обещали со Стефаном, записываем видео-ответы на ваши вопросы, которые вы присылали в Инстаграм к Стефану и ко мне. Ну что, потихонечку начнем. Всем привет! Всем привет! Давай! Валентина спрашивает нас, как дела? У нас все хорошо, спасибо. Физкульт-привет, друзья и ученики! Я снова в гостях у Стефана в Кайзер-юниверсити. Всем привет! Кто еще не знает, если вдруг есть такие люди, Стефан является профессором, он сам спортсмен. Он также сотрудник лаборатории Виктора Николаевича Силуянова, был учеником Виктора Николаевича, работал совместно с Виктором Николаевичем. Также Стефан 8 лет подряд был одним из главных тренеров American Top Team. И является также консультантом сайта fit.samba.ru. Обращаю на это ваше особое внимание. Заходите на этот сайт, найдете очень много полезной информации. А вообще, кто хочет больше знать, наберите в гугле «Стефан Диэс» и почитайте, чтобы вы понимали, какого уровня человек, какими знаниями обладает. Именно поэтому я стараюсь как можно больше этих знаний получить сам и поделиться с вами. Первый вопрос от Микос7. Привет! Насколько можно растягивать бицепс бедра и поясницу при грыжах в поясничном отделе? Что представляют собой замеры на тумбе, сидя с вытянутыми руками к ступням? И для чего это делается? Хочу ответить сначала на то, что такое замеры на тумбе, сидя с вытянутыми руками, мы не знаем и никогда не слышали. И напишите нам ссылку, где вы вообще это взяли. На мой взгляд, этого не нужно. Растягивать бицепс бедра, поясницу, ягодичные мышцы, как и любые другие, необходимо. И неважно, есть у вас грыжи или нет. А если есть проблемы со спиной, у меня есть специальная гимнастика, которая помогла уже 2000 людей. Вы можете это видеть абсолютно бесплатно в моих видео, статьях. А недавно вышла книга, полностью целиком посвященная этим материалам, поэтому мы не будем здесь зацикливаться на этом вопросе. Просто один момент, главный, вы растягиваете, стретчинг. Стретчинг это правильно, но затем, когда проливаешь диск, это означает, что корр слабый. И что должны сделать? Работа все мышцы, которые вокруг спины, совет, который могли сделать, сделать укрепление. И все мышцы, это спина, все мышцы, которые вокруг этой спины, мы должны укрепить. И тоже стретчинг сделаем, допустим, можно перед сном, тем более, если человек, работаешь, сядет, сидя, каждый день, сидя немного, и тогда это еще давно идет компресс. Ну, друзья, тогда, раз уж ты затронул тему, я тоже, это все описано у меня в видео и в статьях, но скажу вам, у многих, практически у всех сейчас есть грыжи и протрузии. Но первая причина болей в пояснице, это не грыжа и протрузия. Вы можете это иметь и никогда не знать. Если у вас болит поясница, в первую очередь проверьте вашу подвздошную поясничную мышцу. Значит, спазмирована мышца, как сказал Стефан, из-за того, что вы сидите, а когда мы сидим, она еще больше нагружается, спазмируется, растягивать ее мы, естественно, не умеем. Поэтому, если у вас есть проблемы, болит поясница, значит, нужно проверить подвздошную поясничную мышцу. А если стреляет от поясницы, через ягодицу, в ногу, по ноге, это, в первую очередь, говорит о спазмировании грушевидной мышцы, которую нужно растягивать, ее гораздо легче растягивать. Сделаем как-нибудь видео. Но у меня, говорю, гимнастика, экстензии, гиперэкстензии помогают при любых болях. Спасибо за вопрос. Попомнить вам, что вышли в свет две мои книги. Отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия факт фитнес. Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором. Если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе. И самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенькой за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье. Так, следующий вопрос. Глушакова Нтон. Глушаков Антон. Глушаков Антон, привет. Спасибо, да, за вопрос. Добрый день, спасибо вам большое за стрим заранее. Вопрос такой. Когда работаем на гликалитические мышечные волокна, отдых между отказными подходами, ну, между рабочими подходами, скажем так, должен быть 5-10 минут. Ну, 10 минут, по-моему, да? Или можно ориентироваться на свое самочувствие. Например, мне хватает 3-4 минуты, и я готов делать еще один подход. Это вопрос. Да, вопрос хороший. Ты уже написал мне, сказал, что сразу ответил. Мне нравится этот вопрос. Люди по времени. Почему? Ощущение это сложно. Иногда ты, может быть, чувствуешь хорошо, а давай. А что происходит в конце недели, мы не знаем. Поэтому, когда пишем программу, мы должны писать программу. Сегодня я хочу такое-то упражнение сделать. Буду отдыхать, допустим, 10 минут между подходами. И ты уже знаешь конкретно. Потому что на следующей неделе может быть тоже тот же самый вес, тоже самое упражнение. Отдыхаешь 8 минут. Это означает, что плотно занятие начинает увеличивать. Поэтому мы работаем не только интенсивность, вес, не только объем, количество повторений, а тоже плотность, как это сделать за определенное время. То есть, другими словами, периодизация может заключаться здесь в том, что сегодня мы 10, на следующей тренировке такой же 9, 8, и так до 5, но не ниже. Не ниже. Но иногда, друзья, если вы хотите, я лично так делаю, честно. Я отдыхаю по самочувствию. Очень редко. Я чередую. Ну, человеку большой опыт. Это другой. Не потому, что иногда выходит у меня 2 минуты, иногда выходит и 10. Но смотри, когда человек 20 лет занимается, это можно. А вас, наши друзья, которые начинают, это люди по времени более конкретно. Тем более, мы сам тренер, Никита Нас не тренирует. Мы никого не спрашиваем. А если ты тренер или ты работаешь с тренером, люди записат, потому что, когда я работаю своим учеником, я знаю, сегодня отдыхали 6 минут, а в следующей неделе 5 минут и так далее. Ты можешь отслеживать прогресс. Ага, ага. Хорошо. Следующий вопрос. Иванов, Иванова, Иванов, Иван Иванов. Иван Иванов, точно. Иван Иванов. 183. Да. Стефан, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о статодинамике для ММА. Какие упражнения нужны? Как тренировать хват для ММА и борьбы? Окей. Статодинамика, если вы заходите в канал YouTube от лаборатории, наши друзья, Виталий, Григорь, Салим, очень много, очень подробно там информации. Люди так сходят. Привет, наши друзья. Наши друзья. Люди сразу следить за этим, чтобы посмотреть правильно, как по статодинамике. Самое главное, если ты умиксфайт или ММА. ММА. Что важно, большие группы мышц, работа на грудь, ноги и спина. Статодинамика для этих три очень достаточно. Потому что, запомнишь, если сделать статодинамика жим лежа, например, тоже работать в трисепс и дельте. Когда сделать спину, бисепс, спину и позади дельте. И когда работают ноги, там, допустим, приседание, либо легги пресс. И тогда надо все время вспоминать, что миксфайт, что самое важное. Миксфайт. Физическая подготовка, это для помогать. Это дополнительно к миксфайтам. И тогда не надо отдельно каждую группу мышц. Это не бодибилдинг. Поэтому можно разные упражнения. Но самое главное, статодинамика для грудь, ноги и спину. Это нужно. Почему еще это важно? Потому что, если тренировать, как в бодибилдинге, изолировано, то будет нарушаться координация. Это правда. Можно нарушаться координация. А вам это не нужно? Вам это не нужно. Но затем будет увеличивать усталость. И тогда, когда ты тренируешься сам миксфайт, ты можешь быть невосстановленным. И можно травму получить, потому что ты не следил за восстановлением. Был еще вопрос. Было два вопроса. Нет, один вроде только. В конце. Тренировать хват. А, хват. Как тренировать хват? Хват. А, вот. Хват. Это тоже хороший вопрос. У нас с кимоном сделаем. Знаешь, поставил кимоно. Знаешь, где сделают? Турник. Подтягиваться на ремонт. И начинаем. Это очень важно. Очень важно. И мы работаем примерно начинаем не очень много. 10 секунд. Надо изометрическая работа. 10 секунд держишь обе минуты достаточно. Потом со временем, через две недели, 15 секунд увеличивает время. Потому что если твой вес, допустим, как у меня, 185 паундов, я держу свой, мой вес примерно однако в каждый день. Что мы должны, чтобы увеличивать нагрузку? Тогда больше времени. Начиная с 10 секунд. А, работаем 2-3 раза в неделю. Несколько подходов. Допустим, 3-4 подходов по 10 секунд. Нормально. Уже начинаем на 15 секунд, потом со временем на 20 секунд, не больше 30 секунд. Если нет, уже идет сильно закисление. Это тогда уже другой разговор. Еще очень хорошо, как делают амрестлеры для пальцев. Удерживать блин от штанги. Тоже, тоже. Кидать друг другу. Кстати, у меня есть видео от амрестлера у меня на канале. Как тренировать хват, как тренировать пальцы. Можете посмотреть. Дам силку тоже пиши. И все, что Стефан показывал раньше. У нас очень много для бойцов, для MMA, для UFC, кто занимается. Как тренировать мощность, силу удара. Все это есть. Можете посмотреть, как тренироваться в статодинамике. Лучше всего, как стал Стефан у наших друзей. На сайте, на ютуб канале. Лаборатория спортивной адаптологии. Да, следующий вопрос. Горовенко 3С. Здравствуйте. Спасибо большое вам за проделанную работу на здоровье. Ваши труды очень приятны, что есть такие люди и эксперты в спорте. Тоже спасибо. Только вперед и побед вашим спортсменам. И вам тоже. Всего хорошего. Хотелось бы узнать, как я знаю, на гликалитические мышечные волокна можно делать до 9 рабочих подходов за тренировку на одну мышечную группу. А можно, например, использовать такой метод тренинга. Например, 3-4 рабочих подхода на одну мышечную группу. И можно ли сделать через 3 дня еще 3-4 рабочих подхода на мышечную группу. То есть, так же получается 8-9 рабочих подходов в неделю. Только не за одну тренировку, а за 2. Понимаешь же? Хороший вопрос. Горовенко, спасибо. Я забыл там статью в другом карате. Но это именно за это я брал. Вышло исследование. Это прямой эфир, который сделал Сегригор Сассалин. Которые говорили о метанализе. Именно в этом метанализе они об этом говорили. Они смотрели, что общее количество подходов за неделю, что важно, больше всего. Поэтому, если ты сделал 9 в один день, или сделал 2 в один день, допустим, 4-5, это примерно то же самое. И результат похожий. Но затем, когда ты сделаешь 9 в один день, больше воздействия именно на те мышцы, которые мы тренируем. Если человек тренирует только для тела, для фитнес, бодибюдинг, это нормально, можно сразу целый мышец в один день. Потому что больше отдых мы будем делать, а внимание на другие группы мышц. Когда тренируем люди, деля другие виды спорт, волейбол, баскетбол, сокер, любой, лучше разделить. Потому что он будет очень много болеть, если сделать сразу 9 подходов. Это означает в другой день, я не могу дарить дело. Потому что мой мужчина будет очень сильно, люди тогда сделают 3 подхода. Сегодня, например, и четверг, и понедельник, и четверг еще 3-4 подхода. Я правильно тебя понимаю? Потому что сейчас очень много, кстати, в русскоязычном ютюбе информации, что для бодибилдера лучше тренироваться, скажем, не 9 подходов за раз, а эффективнее 3 раза в неделю по 3 подхода. Что ты думаешь? Это именно за этим анализ. Это примерно тот или другой будет очень похожий эффект. Потому что суммарный объем здесь важный. Если ты заработал 9 подходов на груди в один день, либо ты сделал 3 день, 3-3-3, это примерно то же самое. Но надо... Но с точки зрения именно рациональности... Это лучше не больше 2 раза в неделю. 2 раза все-таки лучше. Да, с точки зрения... Потому что представьте, сколько вам нужно тренировок в неделю, чтобы 3 раза прокачивать все группы мышц. Вы не сможете. Да, и будет очень... Просто не сможете. Удалость. И даже практически будет сложно. Потому что каждый день ты сделаешь то же самое упражнение. Вы плюнете на это все. И будет уже тогда оплату ментальный. Психический план. Поэтому здесь очень важна вот эта золотая середина. Так. Привет, человек позитив. Это тебе. Расскажите, какие есть упражнения на развитие взрывной силы ударника. Друзья, у нас недавно вышло видео целиком и полностью посвящено этому. Не пропустите. Да, наш друг Сергей. Сергей Анифеев. Анифеев. Посмотри в канал Heavy Metal Gym. Мы сделали 2-3. И очень хорошие видео. Пожалуйста. Посмотрите эти видео сначала. И после этого можно какие-то тонкие вопросы от видео и конкретно ответить. Вот хороший вопрос. Ау-1. Здравствуйте. Для бодибилдинга как все-таки лучше делать периодизацию? Как вы рассказывали, то есть Стефан, в ролике цикл силовой и цикл объемный? Или как Егор рекомендует давать неделю гликоритические, затем неделю силовая, потом неделю окислительные и так дальше? В принципе, и той, и другой. Надо знать. Мы не машины. Машины можно поставить бензин. Есть тысячи машин одноково или одноково двигатель. Они примерно будут проехать одновременно. И очень похожи. А Егор отвечает по-другому, я по-другому, и третий. На их идите свое, да? Надо попробовать. Практика. Практика. И не так. Я работал 8 лет в Американ Топ Тим. Приготовил более 400 боев. 400 боев. Выиграли больше 70% от всех этих 400 боев. 70% выиграно? 70% выиграно. Да. И что посмотрели? Два спортсмена, два UFC, тоже самая весовой категории. Один сделал один программу, а другой тоже самое. А это не чувствовал хорошо. А другой по-другому программу надо тренировать. И они выступали. И тоже сами идеи. Тоже весовая категория. И тоже сами уровни. Потому что генетика отвечает по-другому. Что мы могли сделать? Сказать. Попробовать. Чувствовать, как сделать метод сикл. Например, 6 недель сделать. Либо можно даже 8 недель. Два метод сикл. По программам, как, Егор. Потом сделать транзит. Это переходный период. Спускай нагрузку. Интенсивно чуть-чуть высокое, чтобы удержать все результаты, которые получил. Восстанавливая именно эндокринная система. И потом по свой программу сделать еще. Знаешь, почему я именно такой программы придерживаюсь? Потому что я все перепробовал, как ты говоришь, находил для себя. Если я тренирую, к примеру, 6-8 недель только гликолитические мышечные волокна. Пусть раз в неделю. Я психологически устаю быстрее. И мне гораздо интереснее тренироваться, когда я эту неделю тренирую гликолитические. Следующую неделю. И у меня психологически, мы же все знаем о суперкомпенсации. Я уверен точно, что суперкомпенсация произошла. И каждую новую тренировку ждешь как новую. Мотивация не пропадает. Мне нравится такой подход. Потому что мы хотим менять стимуль, чтобы не было однако. Мы же живем. Жену каждый день видим. На работе одних и те же видим. Хочется хоть разнообразие на тренировках. Очень хороший вопрос, друзья. Вот прислал Александр. Сначала Денис. Партнер сегодняшнего выпуска Animal Northrop. Лучшая гармошка, друзья, которую вы можете себе позволить. По промо-коду, который вы видите сейчас на экране, вы получите скидку на сайте Animal Northrop. Норм. Продолжение следует.